Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Елена Бабкова и главное в выпуске. Лечить маленьких омичей будут в новой больнице. В городе построят современный инфекционный стационар. Какие еще учреждения возведут в регионе в рамках нацпроектов? Елочка расти. Омские лесники усилят охрану хвойных деревьев от черных лесорубов. И вместо шубы наряд из рекламных листовок. Необычную акцию на омских улицах устроил местный художник. Детский инфекционный стационар на 300 мест появится на левом берегу. Омская область подала заявку на федеральное финансирование в рамках нацпроекта здравоохранения. Стоимость проекта больше 4,5 миллиардов рублей. Центр гигиены и эпидемиологии уже выдал заключение на технологические решения по объекту. Еще одна бюджетная заявка направлена на строительство нового лечебного корпуса с поликлиникой на территории онкодиспансера. Сейчас вся документация проходит госэкспертизу. Стоимость второго объекта оценивается в 2 миллиарда рублей. В планах и возведение детского онкогематологического центра в 2022 году. Цена вопроса почти 3 миллиарда. Определяется сейчас и место для будущего перинатального центра. Губернатор Александр Бурков поручил региональному Минздраву оперативно подобрать оптимальный вариант, чтобы не затягивать с проектированием больницы. Подачу холодной воды сегодня приостановили многоэтажки на 24-й северное. Отключение продлится до пяти вечера. Для жильцов организован подвоз питьевой воды. Цистерна установлена у дома номер 168 дробь 1. Из-за плановых работ на сетях от водоснабжения отключили и дома по улицам 21-й Северной, Красный Пахарь и 2-й Совхозной. Возобновят подачу ресурсов квартиры также после 17 часов. Амичам разрешат выходить на лед через две недели. Об этом сообщили в региональном МЧС. Сейчас передвигаться по замерзшим водоемам по-прежнему опасно. Полщина льда от 3 до 15 сантиметров. Ледостав уже завершился на севере области. Вскоре там начнут строительство переправ. Всего в этом году их планируют сделать 9. В Черлакском, Большереченском, по 2 в Знаменском и Устешимском районах, еще 3 в Тевризе. Спасатели предупреждают, сроки открытия транспортных и пешеходных участков могут поменяться из-за погоды. Скандал в Омском районе и он вновь связан с отоплением. Уже третий поселок по вине местных чиновников не был вовремя подключен к коммуникациям. В итоге люди два месяца замерзали в собственных квартирах. В ситуацию пришлось вмешаться региональной власти. Подробнее Денис Жарков. Двухмесячный отопительный сезон жители этого дома иначе как ледниковым периодом не называют. Тут тепла вообще не было никакого. Вот одна вот эта плита отработала и все. Когда мы с работы придешь, пока это все натопится. Ну холодно. Спал сегодня в штанах. Ну холодно было. И вот сейчас месяц у тебя прожил, там свет уже нагорелось. Еще за свет сколько платить еще не считал. Ну а вчера вот дали отопление, уже сразу чувствуется, что тепло хорошо стало. Дом от центрального газоснабжения власти Омского района отключили еще в апреле. Котельную закрыли, написав отчет о ликвидации убыточного теплоисточника. Для соседних школы и детского сада установили газовые модули. Ближайший, по злой иронии, в 50 метрах от многоэтажки. А вот как будет греться жилой дом, не подумали. С наступлением холодов температура в комнатах опустилась до плюс 2 градусов. Районные власти и тогда не спешили помочь. Людям пришлось разъехаться и переждать холода на съемном жилье у друзей и родственников. Районные власти прям не реагировали на обращения? Вообще. Вообще. Куда мы только не писали. Вот только губернатору когда. Я лично позвонил на телефон доверия и пошло дверь. Евгения Мащенко соседи называют хранителем дома. Когда ударили морозы, именно он организовал слив воды из труб, чтобы коммуникации не заледенели и не пришли в негодность. А после следил за установкой электрокотлов. Для многоэтажки это единственный вариант отопления. Установить газовый модуль в подвале нельзя. Пришлось бы перестраивать вентиляцию. Невозможно поместить баллоны и в каждую квартиру. Не позволяла планировка. Единственный вариант электрокотлы. Теплоисточник и мощный, и безопасный. Монтаж занял всего два дня. Всё это местным чиновникам следовало продумать заранее, ещё до морозов. Но выход из вопиющей ситуации пришлось экстренно искать не местной власти, а в региональном правительстве. Два котла установлены на 50 киловатт. Каждый котёл порядка тысячи метров квадратных. Два котла питья обогревают. Подали уже воду полностью, систему за ночь. Дом прогрелся. Теперь уже можно сказать, что в доме подано отопление. В рамках того, что ещё раз хочу подчеркнуть, мы должны были сделать муниципальные власти до начала отопительного сезона. И в авральном порядке не проводить эти работы, тем более, чтобы люди испытывали дискомфорт. Новотроицкая стала третьей точкой на Картеомского района, где отопительный сезон так вовремя и не начался. До этого сложнейшая ситуация местными властями вовремя не была решена в речном и приветном. Теперь вынужденная зимовка в Новотроицком закончена. Комнаты ещё пустуют, но уже теплеют. Стены кирпичные, толстые. Чтобы дом полностью прогрелся, понадобится ещё несколько недель. В Минэнерго обещали продумать и тариф, чтобы суммы в квитанциях не оказались непомерными для селян. Ошибки чиновников Омского района и так стоили людям слишком дорого. Денис Жарков, Елена Смирнова, Денис Лопарёв, 12 канал. Добавлю, что проверку провела и прокуратура Омского района. Специалисты зафиксировали нарушение законодательства по теплоснабжению. Указано также, что предложенный местной властью вариант обеспечения теплом жителей дома за счёт электрических обогревателей не отвечал требованиям безопасности. Вовремя все выявленные нарушения устранены не были. Исковое заявление на незаконные действия местных властей направлено в районный суд. Теремок достроят до конца декабря. Так местные жители прозвали новый детский сад по улице Лисицкого. О степени готовности объекта Александру Буркову доложили на аппаратном совещании. Пять светлых просторных групп, игровые и музыкальные классы. Строители завершают отделочные работы, монтаж пожарной сигнализации. Уже благоустроили территорию, отремонтировали проезд и сделали освещение. Подходят к концу работы и в детском саду по улице 22-й рабочей. Сдача этих двух объектов назначена на 20 декабря. Всего же в рамках национального проекта «Демография» в регионе возводят 4 садика, в том числе на Краснознамённой и в 13-м микрорайоне. То, что дошкольные учреждения появятся именно здесь, решали совместно с жителями. Районы застраиваются, здесь много семей с детьми. План на три года – возвести ещё 14 объектов по всему региону. Местами в садиках будут обеспечены 4,5 тысячи малышей. Юные карбышевцы почтили память героев Отечества в преддверии праздника 9 декабря. В этот день не только вспоминают воинов героических предков, но и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, России, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. На Старовосточном кладбище участники военно-патриотического движения провели акцию памяти. Весь ноябрь волонтёры, общественники и школьники работали на местах захоронения отважных солдат, очищали обелиски от сухих листьев и травы, а также от снега. Наша школа носит имя Героя Советского Союза, поэтому я уже не первый раз участвую в таких акциях. Когда-то люди сложили свои жизни ради того, чтобы я спокойно жила, училась, работала в будущем, и чтобы я ни за что не волновалась и не волновалась за своих будущих детей, за своих родственников. Возлагать цветы и приводить в порядок места захоронений Героев России и Советского Союза волонтёры и общественники будут до начала декабря. Сегодня на территории Омской области насчитывается 64 таких мемориала. Омские ели и сосны будут охранять от вырубки. В усиленный патруль по зелёным зонам региона вышли 150 инспекторов лесного хозяйства. Усилить охрану решили в преддверии новогодних праздников. По словам лесников, уже находятся желающие незаконно спилить деревья. Особенно тщательно проверяют специалисты участки, где растут молодые саженцы. Именно такие чаще всего привлекают чёрных лесорубов. Следить за посадками хвойных деревьев специалисты будут до конца декабря. Тем временем Омск к Новому году преобразят горожане, в том числе и руководители крупных организаций и предприниматели. Город украсят уже к 15 декабря. Гирлянды и светодиодные консоли появятся на улицах «70 лет октября», «60 лет победы», «Конева» и «Перелёта». Преобразится и развязка у Ленинградского моста и дороговый аэропорт. Праздничные настроения создадут и предприниматели, украсив здания компании и площади перед ними. Свой вклад могут нести и местные жители. Им предлагают оригинально подсветить частные дома, а дворы многоэтажек украсить ледяными и снежными скульптурами. А вот как выглядела первая в мире рождественская открытка, показали в Лондоне. Экземпляру больше 170 лет. Её выставили в музее Чарльза Диккенса, где открылась праздничная зимняя выставка. Самую первую поздравительную карточку разработал предприниматель Генри Коул, который в начале 1840-х годов участвовал в почтовой реформе. Тогда он придумал создать специальную открытку, которую можно было бы купить в почтовых отделениях, а затем отправить друзьям и родственникам по всей стране. Дизайн разработал профессиональный иллюстратор. Несмотря на то, что это типографская печать, раскрашено изображение вручную. В наше время такие карточки бесценные. Сейчас из тысячного тиража сохранилось всего 21 штука. И все они находятся в частных коллекциях. Амичи помогут накормить бездомных дворняк. В спецавтохозяйстве вновь организовали акцию по сбору корма. Приносить еду для собак можно в пункты, открытые на территории советского, ленинского, центрального или вобережного рынков. Организовать здесь точки сбора решили из-за более удобного местоположения. Не все желающие помочь животным могут добраться в приемник на второй учхозной. Чтобы обезопасить псов, принимают корм только в нераскрытой упаковке. Отмечу, что подобную акцию уже проводили в начале года. Тогда мичи принесли более 200 килограммов еды для животных. Вместо хрустящих хлопьев яичница и бекон австралийские диетологи назвали самые полезные продукты для завтрака. Самый лучший вариант, по их мнению, это гранола. К ней можно добавить греческий йогурт и немного меда. Отличное сочетание тосты с яичницей. Еще одно – овощи с беконом и цельнозерновой хлеб. Эти продукты обеспечат организм необходимой энергией на весь день. А вот на первом месте антирейтинга – пита. Пресные хлебные изделия содержат много углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Не рекомендуют на завтрак и хрустящие хлопья. По мнению экспертов, в них мало пищевых волокон, поэтому они не могут надолго насытить организм. Кроме того, продукт вырабатывает привычку. У детей есть сладкое путро. Обошлось без драк и крови. Авангард уверенно переиграл витязь, забросив по шайбе в каждом периоде. Первого взятия ворот болельщикам пришлось ждать недолго. На девятой минуте Семен Кошелев удачно сыграл на пятачке, реализовав большинство. В первом игровом отрезке «Авангард» подавил соперника активностью, позволив нанести всего два броска в створ. Во второй двадцатиминутке главный тренер подольчан поменял вратаря, однако это не помогло. И до финального свистка «Витязь» пропустил еще дважды от бэка Играчева. А наш иголкипер Игорь Бабков оформил третий шат-аут в сезоне. На пресс-конференции после матча Боб Хартли сообщил, когда вернутся травмированные игроки. Сегодня все сыграли здорово, от Игоря Бабкова и до абсолютно каждого полевого игрока. Отличная работа наших ребят и победа сегодня абсолютно заслуженная. Зернов катается с командой, но пока без контактов. Манукян катается, Широкова не будет в ближайшие пару игр. Также у нас нет Чудинова и Судницына. Емелин тоже уже тренируется. Я думаю, что все-таки он ближе всех к возвращению. Может быть, через 2-3 недели он уже будет играть. Амичи провели заключительный матч домашней серии. Впереди сложный выезд на Дальний Восток, где команда Боба Хартли дважды сыграет с Кунгунем, а также проведет матч в Хабаровске. Ближайшая встреча Ястребов в четверг. Прямой эфир на 12-м канале в 17.20. Не пропустите. И последнее. Прогулялся по Омску в костюме из объявлений. Необычный перформанс устроил на городских улицах один из местных художников. Мужчина смастерил себе наряд из рекламных листовок. Кадры креативной фотосессии появились в социальных сетях. Как признался автор снимков, он специально связался с художником, чтобы устроить с ним фотопрогулку по Омску. В течение двух часов энтузиасты позировали на фоне зданий. Интересно, что многие прохожие не замечали человека объявления. Настолько гармонично он вписался в городскую среду. Далее в нашей программе прогноз погоды. Новости наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Еще больше скидок в магазине «Парфюм Лидер» в Черную пятницу. Вам надоели мечты о комфорте? Вы хотите преобразить свой двор и создать уют в доме? Мы вам в этом поможем. Управляющая компания «Еврокомфорт» приглашает собственные ковжилья к сотрудничеству. Ваш комфорт – наша работа. Сегодня, на 26 ноября, в Омске области переменная облачность без осадков. В городе температура воздуха днем 15 градусов ниже нуля. В районах дневные часы термометры покажут минус 13. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Увидимся в 14 часов. Субтитры создавал DimaTorzok